Черепно-мозговая травма и 14 швов. Таков итог похода жителей Якутска в магазин. В конце прошлой недели с одного из столичных зданий прямо на прохожего упала глыба льда. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. Шокирующие кадры в материале Саргланы Захаровой. Инцидент произошел в пятницу днем, именно в то время, когда на улице больше всего людей, а в особенности детей. Ведь совсем неподалеку от этого здания находится средняя образовательная школа номер 3. В это время пострадавший как раз забрал из школы своих детей и поехал в ближайший пункт разлива чистой воды. Но купить воду он так и не успел. На видео с камер наружного наблюдения видно, как сверху на молодого человека падает глыба льда, и он еле как удерживается на ногах. Все это происходит на глазах у малолетних детей пострадавшего. Дети шок. Вспоминают, конечно. Когда это все произошло, вышел руководство банка. Собственник позвонила сразу в скорую. Она звонила не один раз. И где она позвонила управляющей компании «Солидарность», на что те не отреагировали. Рядом висела еще одна сосулька. Сосулька сорвалась с так называемой ливневой канализацией, по которой стекала талая вода с крыши. Как объяснили управляющей компании «Солидарность», в чем ведомстве находятся здания, сосульки на стоках образовываются из-за резких похолоданий в вечернее время. Однако, почему допустили скопление такого количества льда, объяснить так и не смогли. Возможно, это глыба. Вы видели, там висит вывеска «Солидбанка». На нее тоже попадает лед. Не лед, а вода с этой ливневой канализацией. Возможно, это оттуда. Просто сейчас уже не скажешь. Ну да, конечно, мы с себя ответственности никакой не снимаем. В шоке от произошедшего и в управе автодорожного округа на управляющую компанию ни разу не поступало жалоб. Управляющая компания «Солидарность» обслуживает два дома, по-моему, у нас в округе. И вообще в городе считается, что это неплохая управляющая компания. Одна из, может быть, хороших. Просто, видимо, не доглядели. Теперь, кто виноват, будет решать суд. Как сообщила супруга пострадавшего, они будут добиваться наказания для виновных. Сарганана Захарова, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха», Якутск. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!